Рассмотрим работу настройки камеры видеонаблюдения для системы видеонаблюдения 5 мегапикселей. Для управления камерой понадобится установить приложение ICC. Его рейтинг составляет 2,9, однако после обновления качество приложения повысилось. Будьте готовы к тому, что при каждом запуске приложения будет запускаться реклама, пока вы ее не отключите. В левом верхнем углу расположен значок запуска сканера QR-кода. Это самый удобный способ подключения камеры. Если в помещении темно, то прямо здесь можно включить подсветку, нажав на фонарик. Также можно подключиться и с фото QR-кода, если такой снимок есть на телефоне. Нажав на список устройств, попадаем в меню просмотра иконок. Можно установить большие, можно маленькие. Если камер мало, то можно и большие. Здесь же можно указать сортировку камер по ID, по включению, указать ручную сортировку, отсортировать по частоте и по времени добавления. Короче, ничего важного в этом меню нет. Переходим дальше. Нажав на плюсик вверху справа, получаем варианты добавления устройств. Можно подключиться через Wi-Fi, через точку доступа, из общего доступа сканирования QR-кода, по сети 4G с помощью сетевого кабеля к маршрутизатору. Меню «Другое» добавляет еще несколько вариантов подключения. К беспроводной точке доступа, телефону, неподключенному к сети Wi-Fi можно объединиться с другими камерами. Перейдя по вкладке «Сообщения», мы попадаем в скриншоты аварийных сообщений. Здесь можно выбрать по времени фотосигнальных сообщений. Нажав значок справа вверху, попадаем в раздел, где можно выполнить операции с файлами. Их можно выделить, поделиться, удалить. В меню можно отсортировать сообщения по детекции движения или по определению человека. Доступом к камере можно поделиться с друзьями. Нажав на значок «Поделиться», переходим в меню установки прав доступа. Нажав внизу «Поделиться», попадаем на страничку с QR-кодом нашего устройства. Для обновления связи с камерой достаточно протянуть по экрану сверху вниз. «Хаускипер смарт-аларм». Настройки сигнализации. Можно выключить эту функцию. Можно активировать. Если по улице бегают животные, то лучше активировать функцию определения движения человека. «Human Shape Detection». Иначе при любом движении на телефон будет приходить сообщение. В режиме записи указываем, что будет записываться фото, видео и будет ли срабатывать звуковой извещатель на камере. Можно установить звук сигнализации или какое-либо звуковое сообщение. Или даже записать свое. Вот так звучит Bell Waller. Push Setting оповещение также можно отключить. Для активации функции вибрации и звуковых сигналов о пересылке уведомлений, необходимо в телефоне дать разрешение на получение уведомлений. В продвинутых настройках Advanced можно указать, чтобы приложение рисовало рамку вокруг определяемого объекта. Mostrar Rastors. Устанавливаем правило определения движения. Roll Setting. Есть два варианта. По границе кордон и по контролируемой площади Airt Area. Если выбираем границу, то надо будет указать линию контроля и направление движения, в котором срабатывает датчик движения. В меню контролируемой площади выбираем контролируемую зону. Период срабатывания указываем в графе интервал времени. Можно указать от 30 секунд до 30 минут. Я себе установил по минимуму. Режим детекции. В режиме детекции выбираем круглосуточно или по расписанию. По расписанию можно установить до 5 периодов с учетом дней недели, времени и количества запусков. Если камера реагирует очень активно, то можно снизить степень чувствительности. Меню настройки. В основных настройках устанавливаем тон. Эта функция, похоже, отвечает за баланс белого. Но при трансляции я разницы не обнаружил. Если камер несколько, то лучше для каждой присвоить свое имя. Если камера установлена верх ногами, то можно отразить ее и перевернуть изображение. Возвращаем все на место, чтобы картинка была нормальной. Регулируется скорость поворота камеры. Наклон влево и вправо, а также наклон вверх и вниз отвечают за направление движения камеры при ее управлении с помощью экрана. Например, активируем наклон влево и вправо. И при проведении пальцем слева направо камера перемещается вправо. При отключении функции, во время такого же движения, камера будет перемещаться влево. Также работает и наклон вверх и вниз. Регулировка цветовой чувствительности имеет шкалу от 0 до 10. Но цветовой разницы на картинке нет. Можно установить громкость динамика. Если хотите, чтобы запись на карту памяти велась цикличная, то необходимо в меню управления памятью включить функцию циклично. Для удаления ненужной информации периодически рекомендуется форматировать карту памяти. Настройки записи. Длительность видео большим не устанавливайте, иначе сложно будет отыскать необходимый период. Я выставляю 5 минут. Примеры качества видео рассмотрены чуть дальше. Настройки Smart Alarm рассматривались ранее. Настройки сети позволяют указать работу камеры в режиме Wi-Fi или через точку доступа. При желании можно подключиться к облачному хранилищу, где будут храниться ваши фото или видеофайлы. Но только тревожные сроком от 3 до 30 дней в зависимости от тарифа. На год плата составляет от 50 до 60 долларов. В дополнительных настройках есть интересная функция автоматического слежения за объектом AutoTrack. При ее активации камера выполняет перемещение вслед за объектом. Можно указать чувствительность. Вот так работает функция слежения. Вот так работает функция слежения. Есть несколько форматов записи видео. Оптимальным по качеству и размеру является H.265X. Он установлен по умолчанию. Для сравнения видео в различных форматах я сохранил в отдельном ролике. Ссылка в описании. Функция AutoTrack, конечно, интересная, но не особо нужная. Поэтому я ее отключаю. Во вкладке об устройстве приведена информация о камере. Можно восстановить заводские настройки. Перегрузить камеру. Перепрошить ее. Внизу панели во вкладке фото хранятся снимки, сделанные по тревоге. Ими можно поделиться, удалить или сохранить в галерею. Управление аккаунтом выполняется во вкладке аккаунт. Здесь можно установить пароль, поделиться изображениями файлами с камеры с другими пользователями. Выяснить интересующие вопросы. Меню инструменты, Tools. Здесь есть возможность почистить кэш. Есть возможность отключить рекламу. Установить правила для входящих сообщений. Включить или отключить сервис, всплывающих сообщений в фоновом режиме. Encrypted Transmission. Отключает шифрование. Во вкладке о нас можно увидеть путь сохранения фото и видео. А также версию программы. Если нажать на микрофончик, то можно разговаривать через камеру. Для этого нужно нажать на микрофон и держать во время разговора. Если скорость интернета хорошая, то можно транслировать данные камеры с максимальным разрешением FHD. Нажатием на динамик отключается внешний звук. Нажав на значок видеокамеры, запускаем видеозапись фрагмента. Следующим нажатием останавливаем. Здесь же можно поделиться записанным видео. Время записи фрагмента должно быть не менее 4 секунд. Последняя кнопка отвечает за управление камерой с помощью джойстика. Значок мишени с подписью AutoTrack переводит нас в меню управления функцией слежения. Ее мы рассматривали ранее. Круиз-контроль отвечает за автоматическое движение камеры по трем выбранным точкам. Для задания этих точек необходимо навести камеру на выбранные территории и нажать цифру. Эту операцию нужно повторить с оставшимися точками. Для запуска мониторинга жмем клавишу «Начать тур». Камера сама будет перемещаться по выбранным точкам и находиться в них несколько секунд. Программа тура выполняется один раз. Еще есть интересная функция «Заданная точка». Можно ввести до 225 позиций камеры. Для записи точки выбираем необходимое положение камеры. Задаем цифру и жмем «Сетап». Когда точка записана, удаляем предыдущую и записываем новую. И здесь будет следующая точка 3. Для выполнения программы задаем точку и жмем клавишу «Call». Камера сама перемещается в заданную точку без управления джойстиком. На экране трансляции есть кнопочка с лампочкой. Она служит для изменения режима в освещении. Всего их три. Черно-белый – он включается ночью автоматически, когда не хватает освещения. Цветной – включается днем сам. А если необходимо, то принудительно в темное время. В это время включается мощная светодиодная подсветка на корпусе камеры. Есть еще двойной режим. Здесь можно выбрать чувствительность, время освещения, настройку, Intelligent Vigilance, разумная бдительность. Первое – это включение определения движения человека. Второе – рамочка на объекте. Третье – соблюдение правил тревожных сообщений и контролируемой территории. Все эти настройки рассматривались ранее. После настройки не забудьте сохранить данные, нажав справа вверху «Сохранить». Время освещения можно установить от 5 до 120 секунд. Когда темно, камера переходит в черно-белый режим с инфракрасной подсветкой. Но если срабатывает тревожный датчик движения, то включается яркая подсветка, и камера переходит в цветной режим. Сейчас посмотрим, как эта функция работает. При определении движения человека камера включает подсветку и переходит в цветной режим. Свет горит в течение заданного времени. В данном случае 10 секунд. Эта функция еще удобна тем, что когда вечером подходишь к двери, то включается свет, и проще попасть ключом в замочную скважину. Вот свет отключился. Для того, чтобы посмотреть записи камеры за прошедший промежуток, жмем CD Playback. Нажав на календарь, выбираем дату. Нажав на фотоаппарат, попадаем в меню тревожных фотографий. Выбрав на шкале необходимое время, загружается заданный фрагмент. Для его сохранения удерживаем курсор на необходимой картинке. Появляются кружочки на картинках предпросмотра. Выделяем ролики для сохранения и жмем скачать. Ролик скачивается в максимальном качестве. Скорость скачивания зависит от скорости интернета. Всем удачи в освоении камеры. Подписывайтесь на канал.